Зарубежные гости В эти торжественные дни каждый советский человек, каждая семья, весь наш народ живут памятью о незабываемом мае 1945 года. Мы как бы заново переживаем тот великий душевный подъем, который испытывал тогда народ после долгой и страшной войны, познавшей счастье труднодобытого мира. Нам война была не нужна, но когда она началась, советский народ мужественно вступил в смертельную схватку с агрессором. Гитлеровцы двинули против нас чудовищную военную машину. Они обрушились на Советский Союз с особенной жестокостью, которой нет ни меры, ни названия. На протяжении почти четырех лет не умолкали грохот сражений, не выданных по своему ожесточению сражений, в которых с обеих сторон участвовали миллионы солдат. Неувядаемую славу советскому оружию принесли разром армии захватчиков под Москвой, оборона Ленинграда, героическая сталинградская эпопея, битва за Кавказ, грандиозная схватка на Курско-Орловской дуге, Корсен-Шевченковская операция, победоносный штурм Берлина и многие другие крупнейшие операции, которые навсегда войдут в историю войн. Пройдя через тяжелейшие испытания, советские люди отстояли честь и независимость Родины, отстояли завоевание Октября, дело, которое завещал нам Владимир Ильич Ленин. Героическая борьба советского народа в корне изменила ход Второй мировой войны. Ее сражения развернулись на огромном пространстве от Атлантики до Тихого океана, от льдов Гренландии до Африканских пустынь. Однако главным театром военных действий стал Советско-Германский фронт. По существу здесь решались не только судьбы советского народа, но и судьбы всего человечества. Нынешний праздник – это праздник всех участников Великой битвы против фашизма. АПЛОДИСМЕНТЫ Взрывое выражение этого присутствие здесь на нашем торжественном собрании многочисленных партийных, государственных, военных и общественных делегаций многих стран. Советские люди от души приветствуют своих зарубежных гостей, прибывших, чтобы разделить с нами волнение и радость большого всенародного торжества. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы горячо приветствуем находящихся в этом зале делегаций братских социалистических стран Народной Республики Болгарии, АПЛОДИСМЕНТЫ Ленгерской Народной Республики, Демократической Республики Вьетнам, АПЛОДИСМЕНТЫ Германской демократической республики, Корейской Народной Демократической республики, АПЛОДИСМЕНТЫ Республики Куба, Монгольской Народной Республики, Польской Народной Республики, Социалистической Республики Румынии, Всехословацкой Социалистической Республики, Социалистической Федеративной Республики Югославия. Мы приветствуем уважаемых гостей из стран антигитрорской коалиции Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Франции. Советские люди рады видеть у себя в этот день наших боевых соратников по борьбе против гитлеровских агрессоров и поработителей. Мужественная борьба, возглавляемая коммунистами Народно-освободительной армии Югославии, подвиги армии и соединений, сформированных патриотами Польши и Чехословакии, народные восстания в Словакии, Румынии, Болгарии, освободительная борьба албанского народа, движение сопротивления, действия партизанских отрядов во Франции, Италии и других странах, борьба антифашистского подполья в стране противника. Все это в конечном итоге слилось с борьбой советского народа в один могучий поток, смывший коричневую грязь с карты Европы. Разгром фашизма оставил глубокий след в жизни многих народов, изменил лицо мира. Десятки стран были освобождены от фашистского ига, восстановили свою независимость. Народы Польши, Чехословакии, Югославии, Болгарии и Венгрии, Румынии и Албании, Германской демократической республики, Народы Китая, Вьетнама и Северной Кореи получили возможность избрать путь социалистического развития. Возникла мировая социалистическая система. Международная жизнь стала развиваться по новым законам. Позиции прогрессивных, демократических, мироволюбивых сил укрепились во всем мире. Повсеместно усилились авторитет и политическое влияние коммунистических партий. Новых успехов в борьбе за демократию и улучшении материального положения трудящихся добилось рабочее движение. Уже в первые посевоенные годы усилился процесс распада колониальных империй, который завершился крахом колониализма. На протяжении 20 века наша страна дважды стояла у истоков крупнейших перемен в облике мира. Так было в 1917 году, когда победа октября возвестила о вступлении человечества в новую историческую эпоху. Так было в 1945 году, когда разром фашизма, решающую роль, которым сыграл Советский Союз, поднял могучую волну социально-политических изменений, прокатившуюся по всей планете, привел к укреплению сил мира во всем мире. Тем грандиознее, тем величественнее предстает перед миром подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Этот подвиг вошел в историю и не забудется никогда. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Товарищи, победа, которая завоевана в сражениях Великой Отечественной войны, это победа нашего героистского рабочего класса, колхозного крестьянства, нашей интеллигенции. Победа всего многонационального советского народа. Это победа славной советской армии, армии, созданной революцией, воспитанной партией, неразрывно связанной с народом. Это победа советской военной науки, боевого мастерства всех родов войск, искусства советских полководцев, вышедших из народа. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Многое пришлось испытать советскому солдату, офицеру и генералу на дорогах войны. Иссушающую душу отступления, непрерывные ожесточенные бои, дни, месяцы и годы рядом со смертью. Длительные изнурительные переходы в зимнюю стужу и в летний зной под затяжными осенними дождями и весеннюю распутисом. Когда теперь, спустя три десятилетия вспоминаешь о том, что выпало на долю солдата, офицера, генералам, даже не верится порой, что все это было, что это можно было выдержать. Выдержали. Все выдержали. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Через все прошли и победили, разгромили фашистского агрессора. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Все мы, кто шел в эти годы под пули, снаряды и бомбы, шли с мыслью о том, что готовы отдать свою жизнь, лишь бы жила наша любимая Родина, был свободен и счастлив наш народ. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Тяжелым был путь к победе. Многих потеряли на этом пути. И сегодня мы прежде всего думаем о тех, кто не вернулся с фронта, кто погиб, защищая землю своих отцов, Родину социализма. Время, отдаляя от нас военные годы, позволяет глубже и полнее оценить бессмертный подвиг в войну, принявших смерть во имя жизни, во имя свободы, независимости и чести любимой Родины, во имя социализма. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Они были и будут с нами в наших сердцах и в наших делах. Почтим память павших героев вставанием. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Перед партией, перед историей. Родина, мать благодарит вас. Имена ваши навечно вписаны в летопись героических свершений советского народа. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Навесно вписаны в эту летопись имена героических партизан, которые превратили временно оккупированные земли в ад для фашистских захватчиков. И сегодня, как один из ярчайших символов поддинного народного характера прошедшей войны, встает перед нами мужественный образ советского партизана. Народный характер войны с особой силой проявился в нераздельном, монолитном единстве фронта и тыла, которые обеспечили нам победу. Переброска в кратчайший срок, тысячи заводов и фабрик на восток страны была трудовым подвигом громадного значения для сохранения оборонной мощи страны. Не считаясь ни с какими лишениями, труженики тыла делали все, чтобы дать армии совершенное оружие, чтобы одеть, обуть и накормить солдат, обеспечить бесперебойную работу всего народного хозяйства. Во время войны трудились так, что казалось, нет пределов человеческим возможностям. И особенно хочется сказать в этой связи о наших замечательных женщинах, которые взяли на себя львиную долю работы мужчин, ушедших на фронт. Родина никогда не забудет тот вклад, который внесли самоотверженные труженики тыла в достижение общей победы. АПЛОДИСМЕНТЫ Товарищи, выдающийся подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны неотделим от многогранной, целеустремленной деятельности партии коммунистов. Ее центральный комитет был тем штабом, откуда осуществлялось высшее политическое и стратегическое руководство военными действиями. Именно партия организовывала и сплачевывала десятки миллионов людей, направляла их энергию, их волю и действия к одной цели – к победе. Война еще и еще раз подтвердила, что партия и народ едины, что нет силы, способной расшатать это несокрушимое единство. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие товарищи, все меньшее среди нас – участников Великой Отечественной войны. Их дела, их подвиги переходят в легенды, становятся частью памяти народной и души народа. Уважение к ветеранам исторических ПИД, забота о них – это моральный закон нашей жизни. Закон и для органов власти, и для каждого гражданина. Новые поколения должны быть достойными героических дел своих отцов и матерей, с честью нести вперед, веренную ими – эстафету. АПЛОДИСМЕНТЫ Победа над фашизмом позволила нашему народу не только в кратчайшие сроки защищать раны войны, но и во много раз увеличить экономический потенциал страны – выпуск продукции народного хозяйства. Можно в этот день с уверенностью заявить, что и промышленность нашей страны, и ее сельское хозяйство стоят на прочной основе и развиваются успешно. А вместе с этим гораздо лучше стали жить наши люди. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так оно и сейчас, товарищи. Так оно будет и впредь. Повышение народного благосостояния. Дальнейшее улучшение жизни советского человека – это неизменный курс политики нашей партии с новой силой, подтвержденной на ее 24-м съезде. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Да, товарищи, задачи перед нами действительно большие и решать их придется в дальнейшем нашей молодежи. Тем, кто сегодня набирает мастерство в цехах и на полях, тем, кто сидит за партами и в студенческих аудиториях, несет службу в рядах советской армии. Дорогие наши юноши и девушки, помните, молодое поколение сороковых годов на своих плечах вынесло основную тяжесть боев отечественной войны. Ваша жизнь и работа должны быть достойными примеров отцов. Партии народ верят вам и надеются на вас. Товарищи, укрепление социализма означает то же время и укрепление всеобщего мира. 30 лет советский народ живет и трудится в условиях мира. 30 лет живет Европа в мирной обстановке. Это великое достижение. И мы с гордостью можем сказать, что немалый вклад в это дело внесла политика нашей племенской партии. Все эти годы мы вели настойчивую, неутомимую борьбу за прочный мир, за дело свободы, независимости и прогресса народу. Это была нелегкая борьба. Едва рассеялся дым на полях сражений, как нам пришлось столкнуться с холодной войной, развязанной наиболее агрессивными империалистическими кругами. Потоки клеветы и провокации против социалистических стран, атомный шантаж, попытки экономической блокады, подстегнутые надеждой использовать временное ослабление нашей экономики в результате войны. Всеми этими средствами лидеры империализма надеялись не допустить укрепления социализма, помешать росту его влияния в мире. Но силы реакции, развязавшие холодную войну, просчитались. Социализм не удалось ни подавить, ни ослабить. Мощная сила социалистической солидарности сделала Содружество государств, объединенных Варшавским договором и Советом экономической взаимопомощи, одним из самых мощных организмов в международной жизни. Его политика стала решающим фактором защиты интересов мира и независимости народов. По-Ленински принципиальная и последовательная поддержка освободительного движения народов, укрепление дружбы с освободившимися странами, Братский союз с коммунистами всего мира, с рабочим движением всех стран, придают нашей мирной политике еще большую силу, влияние и популярность во всем мире. В новой обстановке и руководители буржуазного мира начали понимать, что холодная война изжила себя, что нужна новая, более разумная и реалистическая политика. Наши призывы к мирному сосуществованию стали встречать серьезный отлик во многих капиталистических странах. Заключенные за последние годы договоры и соглашения юридически закрепили плоды победы над фашизмом и создали предпосылки для развития плодотворного мирного сотрудничества между европейскими государствами, а также Соединенными Штатами Америки. Опыт военных лет показал, что различие общественных систем не является препятствием для объединения усилий в борьбе против агрессии, за мир и международную безопасность. В годы войны мы сотрудничали, и сотрудничали неплохо, чтобы быстрее кончить войну. Теперь мы решаем другую, не менее важную и, пожалуй, более сложную задачу. Наладость сотрудничества для того, чтобы не допустить новой всемирной катастрофы. Мы не можем забывать и о том, что после окончания Второй мировой войны военные пожары неоднократно полыхали и в Азии, и в Африке, и на Ближнем Востоке, и в Латинской Америке. В этих войнах, причина которых в нежелании определенных кругов примириться с освобождением народов, погибли миллионы людей. Можно ли допустить, чтобы так было и впредь? Нет, товарищи, нельзя. Тем, кого это касается, пора осознать простую истину. В наше время попытки подавить освободительное движение народов обречены на провал. АПЛОДИСМЕНТЫ И лучшее доказательство тому – славная победа, одержанная вьетнамским народом в борьбе против иностранных истинер-вердилл и их ставленников. Эта победа венчает многолетнюю героическую борьбу патриотов Вьетнама. Она есть результат умелого использования ими различных форм борьбы – военной, политической и дипломатической. Вместе с тем, эта победа есть триумф действенной, боевой солидарности с транссоциализмом. АПЛОДИСМЕНТЫ Она говорит также о большом морально-политическом значении, симпатии и поддержке со стороны прогрессивных сил всего мира. АПЛОДИСМЕНТЫ В эти радостные дни мы, советские люди, желаем патриотам Южного Вьетнама больших успехов в восстановлении страны на новых демократических началах. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы желаем всему братскому народу Вьетнама успешного продвижения по пути национального единства, мира и социального прогресса. АПЛОДИСМЕНТЫ Можно также с удовлетворением отметить, что ликвидация военного очага в Индокитае создает условия для дальнейшего оздоровления международной атмосферы. От этого выиграет дело международной разрядки, в том числе, как мы полагаем, и разрядки в отношениях между нашей страной и Соединенными Штатами Америки. Борьба за мир продолжается. Она не должна знать ни передышек, ни пауз. Жить в условиях надежной безопасности и прочного мира имеет право каждый народ. Исключений здесь быть не может. АПЛОДИСМЕНТЫ Участники общеевропейского совещания завершают сейчас разработку важных документов, определяющих основы прочного мира в Европе. Принципы мирных, добрососедских отношений между государствами этого континента и формы плодотворного, взаимовыгодного сотрудничества между ними. Наверное, было бы неплохо, если бы этот европейский опыт был в той или иной форме использован и государствами других континентов. И, конечно, все более важное значение для упрощения мира приобретает борьба за прекращение гонки вооружений за разоружение. Вопреки настойчивым усилиям Советского Союза и других социалистических государств, давно настаивающих на сокращение военных расходов и приготовлений, в мире продолжается беспрецедентная по масштабам гонка вооружений. Между тем, подобные накопления оружия, в том числе оружия массового уничтожения, становятся все более бессмысленными. Развязанная ракетно-ядерная война обернулась бы неминуемым уничтожением самого агрессора. Не говоря уже об огромных потерях для многих других стран и народов, даже не вовлеченных формально в войну. Ясно и то, что невозможно долгое время совмещать развитие международной разрядки и постоянное увеличение военных потенциалов государства, совершенствование и накопление оружия. Поэтому мало говорить о разоружении, пора переходить к конкретным соглашениям о сокращении военных приготовлений государства. Именно этого добивается Советский Союз. Товарищи, в результате последовательной и настойчивой миролюбивой политики нашей партии, в результате роста мощи и влияния сил мирового социализма, угроза развязывания новой мировой войны отодвинута. И мы будем делать все для того, чтобы такая опасность в конечном итоге была вообще устранена. Память о тех, кто пал в минувшей Великой войне, отстаивая дело мира, ответственность и долг перед народом, обязывают нас с удвоенной энергией проводить политику нашей партии, бороться за прочный мир на земле. Советский Союз и другие социалистические государства всегда будут идти в первых рядах этой самой благородной и самой необходимой борьбы. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие товарищи, праздник победы – это не только праздник нашей боевой славы. Существа, которые владеют нами сегодня, разделяют сотни миллионов борцов за независимость и свободу, за мирную жизнь на всех континентах Земли. Позвольте мне по поручению Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Президиума Верховного Совета и Совета Министров Союза СССР от всей души поздравить всех советских людей и всех наших зарубежных друзей с великим праздником победы! АПЛОДИСМЕНТЫ Мы поздравляем ветеранов войны, героических фронтовиков, партизан и подпольщиков, самоотверженных тружеников тыла, всех, кто потом своим и кровью приблизил радостный час победного торжества! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы поздравляем всех, кто воздрав разрушенные города и села, восстанавливал народное хозяйство, кто за послевоенные годы поднял страну к новым высотам культуры, научно-технического и экономического прогресса! АПЛОДИСМЕНТЫ Мы поздравляем нашу славную молодежь, которая с честью несет принятую от отцов эстафету борьбы и труда, эстафету строительства коммунизма! АПЛОДИСМЕНТЫ Мы поздравляем наши славные вооруженные силы страны, надежно охраняющие мирный труд советских людей! АПЛОДИСМЕНТЫ Разрешите от всей души пожелать счастья каждой семье, здоровья и успехов каждому труженику страны! И пусть пламя войны никогда более не коснется нашей земли! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Слава советскому народу, народу-победителю! АПЛОДИСМЕНТЫ Да здравствует коммунистическая партия Советского Союза, организатор и вдохновитель всех наших побед! АПЛОДИСМЕНТЫ Пусть будет мир во всем мире! АПЛОДИСМЕНТЫ Да здравствует коммунизм! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо.